Приветствую вас, вы знаете, мне думается, что ваш вопрос сам по себе поставлен неправильно, ну, точнее, некорректно, скажем так. А почему я сейчас вам поясню, почему я считаю, что вопрос поставлен некорректно. Дело в том, что вы говорите о борьбе, вы говорите о борьбе, борьбе именно с чувством вины. И тут же спрашиваете, может быть, мне не стоит заниматься этим, ну, то есть, вот, тем, чем вы занимаетесь, может быть, не стоит заниматься. То есть, спрашиваете совет. Но ведь не мы выбирали эту профессию, это занятие для вас. Раз не мы выбирали, понимаете? И поэтому мне кажется, что раз не мы выбирали, значит, и не нам, а вам указывать, да, в этой конкретной ситуации, что делать. То есть, не нам, в этой конкретной, конкретной ситуации, советовать вам, как, ну, покупать. Это было бы неправильно. То есть, тут вы пытаетесь, как бы, на нас переложить ответственность за свои какие-то, ну, за свои дальнейшие решения. Вот. Мне кажется, это не совсем правильно, потому что решения должны принимать вы. Вот. Ну, я имею в виду, да, решения связаны именно вот с тем, что вы по своей жизни делаете и так далее. Другой вопрос. Другой вопрос. Что чувство вины подавлять не нужно. То есть, именно вот чувство вины, да, его не нужно подавлять. Чувство вины, наоборот, нужно раскрыть. Нужно раскрыть, посмотреть, что за ним стоит. Откуда оно у вас, чувство вины, с чем оно у вас связано, это, это, чувство вины. Вот. И понять его природу. В природу, в природу, собственно, чувство вины. Потому что, в норме, да, в норме. Человек испытывает чувство вины. Так называемое, конструктивное чувство вины. То есть, он понимает, что он сделал не так. Он понимает, что у него не получилось. Он понимает свои какие-то, значит, ошибки. Да. Если они у него есть, ошибки. Он делает выводы и больше их не повторяет. И больше ошибок не повторяет. Вот. Но если человек, в данном случае вы, продолжает себя обвинять. Если вот вы, как пишите, да, что вы умираете прямо. То есть, вы реально переживаете. Я не говорю, что вы обманываете там или что-то еще. Ага. Действительно так. Вот. То это уже не конструктивное чувство вины. А это уже деструктивное чувство вины. И у деструктивного чувства вины есть свои причины. Эээ, которые нужно выяснять. Потому что здесь важную роль может играть мотивация. Эээ, ну, мотивация вашей деятельности, да. То есть, вот, почему вы, почему вы, почему вы, ну, почему вы выбрали именно вот эту деятельность. Почему вы, ээ, решили заняться именно помощью животным. То есть, тут, тут важную роль играет мотивация. Важная роль играет, эээ, значит, цели. То есть, ну, эээ, какой, какой цели вы хотите достичь. Да. Вот. Эээ, важную роль играет, эээ, в том числе и эээ, то, для чего вы это делаете. Вот. То есть, ну, для чего и зачем вы это делаете. Вот, эээ, то, то, что делаете вы. То есть, зачем вы это делаете, зачем вы этим занимаетесь. Вот. То есть, если вы одно делаете, если вы хотите помочь, эээ, именно вот, эээ, значит, эээ, ну, если вы хотите помочь, ээээ, животным, да, то это один момент, момент. Вот. Вот. Но, дело же, эээ, не только вы, там, да, вы за себя вините, значит, ээээ, вы считаете, ээээ, что сделали, ээээ, что-то неправильно. Вот. И если вы считаете, что вы сделали что-то неправильно, значит, действуете вы не для животных, а для себя. Вот. Получая, получается. Вот. Получается, что вы действуете для себя, что вы пытаетесь, ээээ, вы пытаетесь, ээээ, что-то для себя получить через животных. Ну, через, эээ, действие, через работу с животными, через помощь с животным. Вот. Понимаете? Какая история. И это, на самом деле, не очень хорошо. Потому что помогать животным, это здорово. Это великолепно, это нужно, это правильно. Помогать животным, это прекрасно. Но, помогать животным нужно только в том случае, если вы делаете это чисто для них. То есть, если вы не делаете этого для, ээээ, ну, если вы не делаете этого для себя. А в данном случае, мне кажется, что вы делаете это, ээээ, все же именно для себя, для себя больше. Понимаете? Вот. Вот. Вот так мне, мне это видится. По крайней мере. И именно по этой причине, именно по этой причине, я думаю, что вам, эээ, вот, эээ, с вашим, эээ, значит, чувством, эээ, вины, нужно что-то делать. То есть, эээ, чувство вины, как правило, как правило, чувство вины, эээ, идет из детства. То есть, человек, эээ, ну, человек, испытывает вину, эээ, повышенную вину, да, как правило, эээ, с детства. Потому что именно в детстве на человека накладывают, эээ, какие-то обязательства, да, эээ, которые ему не по силам. Ну, он, эээ, сам, как, как бы этого не понимает. То есть, он сам, эээ, в этом, в этом, эээ, себе, себе отчета не отдает человек. Вот. Поэтому, пытайтесь вы что-то доказать. Пытайтесь вы что-то кому-то доказать через, вот, эээ, через это чувство вины. Пытайтесь вы доказать, что вы способны, пытайтесь что-то исправить. Так вот, эээ, тонкость вся в том, тонкость вся в том, что не все вещи можно исправить. Далеко не все можно исправить, и далеко не все, что интересно, нужно исправлять. Понимаете? Вот. Просто, чтобы вы, вот, эээ, ну, понимали это. Далеко не все вещи нужно исправлять, но вы хотите. Вот. И это, на самом деле, не, ну, не случайно, эээ, вы не случайно хотите исправлять, эээ, эти вещи. Так что, нужно найти источник, источник, эээ, значит, вашего обвинения. То есть, нужно найти источник, эээ, вашей критики, соотношения к себе. Вот. И, соответственно, с ним, как следует, поработать. Чтобы вы освободились от этого чувства вины. Ну, вам, в принципе, достаточно будет, ээ, вспомнить, когда именно вы, эээ, такое чувство, эээ, испытывали. Что это? Когда именно вы, эээ, чувствовали себя, вот, эээ, ну, ну, в таком же, ээээ, состоянии. Вот. Ээээ, когда вы ощущали себя так же. Вот. Ну, когда вы чувствовали желание все исправить, типа, и что-то вроде того. Когда это вот началось. Вот. То есть, нет ощущения, да, нет ощущения, нет чувства, что вы занимаетесь, ээээ, ну, что вы занимаетесь, с помощью животным, эээ, только для животных. Вот. У меня нет такого ощущения. То есть, у меня есть такое, у меня есть такое чувство, да, что вы это делаете именно для себя. А это не совсем верно, не совсем, не совсем верно. Вот. Поэтому бороться с этим, бороться с этим не нужно. А вот раскрыть очень далеко. Дальше. Так. Эээ. Вот вы, вот вы пишите, да. Я чувствую себя полезно. То есть, проблема, проблема в том, проблема в том, что если животным вы не помогаете, да, скорее всего, если животным вы не помогаете, то и полезно себя вы не чувствуете. А так, так быть не должно. То есть, если вы, эээ, если вы помогаете кому-то, да, что это не должно влиять, это не должно влиять на то, что вы думаете, например, о себе, да, это не должно влиять на то, что вы чувствуете, на то, что вы хотите. Никак. Если это влияет, ну, значит, если у вас есть внутренние проблемы, ну, внутри личностные проблемы, да, у вас есть какие-то, эээ, может быть, комплексы, да, может быть, противоречия, которые мешают вам. Вот. Это вот так работает. Как правило. Как правило. И тут нужно, вот, в первую очередь, именно на эти вещи внимание и обращать. То есть, эээ, вы, вы, что будет, если вы не станете делать вот того, что делает, что будет, вы будете чувствовать себя бесполезной, значит, у вас, эээ, получается, проблема самооценки, ну, и так далее. То есть, вот эти вещи, да, эти вещи очень, очень важно понять вам, чтобы вы были посвободны в своей деятельности, в выборе своей деятельности, скажем так. Дальше, эээ, так, помимо работы я могу заниматься этим. Но есть обратная сторона, это гибель животного, для меня это трагедия. Вот здесь, эээ, пожалуй, есть, эээ, проблема. Проблема, наверное, в том, что у вас нет личных, личных границ, ну, то есть, адекватных личных границ у вас нет. То есть, эээ, о чем я говорю, да? Эээ, вот сделали вы все, что от вас, например, зависит, эээ, когда, помога, ну, когда помогали, эээ, животные. Сделали ли вы все, что от вас зависит, чтобы, эээ, оно стало живо? Без вреда себе. Сделали. Все. Больше вы ничего не должны. Знаете, именно по такой, по такому принципу, да, работают врачи, по такому принципу работают, эээ, все специалисты, которые так или иначе занимаются, эээ, ну, ну, помощью кому-либо. То есть, у человека есть определенный ресурс. Вы этот ресурс отдаете. Да, ну, вы, эээ, вот вы даете ресурс. Как бы. И вы не можете больше. Вы не можете больше. Потому что, потому что, эээ, больше вас, ну, просто нет. И это нормально, нормально. Вот. Нормально, что вас больше нет. Поэтому, эээ, смотрите на, смотрите на то, что вы, эээ, что вы сделали. Если сделали все, что могли, хорошо. Если сделали не совсем, что, что могли. То есть, если можно было бы, ну, сделать больше. Эээ, это уже другая, другая история. Эээ, это уже другая история. Если вы сделали не все, что могли, то, ну, возникает вопрос, да, почему, почему так? Почему вы сделали не все, что могли? И, вот. То есть, наверняка, наверняка же, эээ, у этого, ну, есть какие-то, эээ, причины. Да? Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь, эээ, у вас, явная, явная проблема с, эээ, ответственностью. Вот. То есть, где моя ответственность, да, а где ответственность, ну, например, других? Допустим, вот, ответственность людей, ответственность, эээ, тех же животных, да, то есть, которые, которые, как бы, ну, эээ, сами, борются, сами борются за свою жизнь, и это нормально, что они это делают, что они пытаются, значит, эээ, ну, за нее бороться. То есть, эээ, это, эээ, очень эгоистично думать, что все зависит только от вас. Вот. Но вас так приучили. Опять. Вот. То есть, видимо, 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 вас так приучили, что зависит все исключительно только от вас. Так не бывает. Так не бывает. Не может все зависит от одного человека, да, не может, в принципе, не может все зависит от одного человека. Эээ, зависит всегда от многих фактов. И это нельзя забывать. Ни в коем случае. Но этому нужно учиться, то есть, изграничивать. Я, я сделал, сделал это, а, соответственно, другие сделали, сделали, сделали другое. А, я всегда плачу, не могу неделями успокоиться. А из-за чего? Вот. И одно дело, если я сделал это на клейк, а когда животное погибает, это мои ошибки или неправильно принято решение. Здесь у вас, эээ, скорее идет перфекционизм. То есть, эээ, в том смысле, что, да, вы можете ошибаться, в том смысле, что, да, вы можете что-то сделать неправильно, неправильно, в том смысле, что, да, вы можете принять неверное решение, это все правда, но это нормально. Это нормально, что вы можете, что вы можете принять неверное решение, потому что, ну а как по-другому? То есть, вы считаете, что человек не может ошибаться, или что? Если бы вы не делали ничего, то вы бы и не помогли никому. А так вы помогаете, но вы ошибаетесь, потому что вы человек, да? То есть, вот эта вот история, история о том, что вы, как будто бы, не принимает, не принимает на себя, такой, какая есть вы. Вот. Ну, на мой взгляд, очень серьезно. Опять же, да, такое впечатление, что через животных вы пытаетесь, эээ, что-то доказать. Что-то доказать именно, вот, допустим, ну, себе или, там, другим. Да? Вот. Ну, это не тот, не тот расклад, это не тот расклад, понимаете, ээээ, который, вот, реально может, ээээ, помочь вам. Дальше. В эти моменты я просто умряю, выпадаю из жизни, мне хочется все вернуть и исправить. Как с этим бороться, или, может, мне не надо тогда заниматься с этим делом? Так, ну, совершенно очевидно, что вы, здесь, эээ, не уверены в себе, совершенно очевидно, что вы не уверены в себе. Вот. Вот. И, как я думаю, да, вот, как я думаю, для начала вам желательно, значит, теперь понять, для чего вы переживаете, да, и понять, что делать-то здесь, в общем, не в животных. Вот. Дело здесь, совсем не в животных. Дело здесь, я бы, я бы сказал, лично, лично в вас дело. Вот. Лично в том, эээ, как вы это воспри, как вы это воспри, как вы это воспринимаете. Вот. В чем дело. И, только, только, когда вы, эээ, сможете увидеть для себя, эээ, значит, причины, да, давай. Только, когда вы сможете увидеть для себя, а почему, почему вы реально так вот, эээ, сильно переживаете, ну, по какой причине, эээ, и освободитесь от этого. То есть, перестаньте, эээ, говоря грубо, да, перестаньте, эээ, за счет, эээ, ну, за счет животных, эээ, что-то себе, что-то себе доказывать. Вот, 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 когда так будет, то вы уже решите, решите дальше. Эээ, заниматься ли вам тем, чем вы занимает, эээ, ну, вот сейчас, на данный момент, или, или нет. Нужно вам это будет, когда вы, когда вы, эээ, ну, не уберете, а научитесь, эээ, договариваться с, эээ, обвиняющим голосом, голосом, который, который у вас, эээ, сейчас имеют место быть. Вот, вот, вот тогда и будет понятно, тогда и будет понятно, тогда вы сможете, эээ, ответить себе на эти вопросы. Тогда вы сможете, эээ, увидеть, для себя увидеть вот эти вещи. Ну, понятно, что мне это значит. А вы, вы даже, вы даже, эээ, вот сейчас пытаетесь бороться. Так вы пытаетесь именно, именно, эээ, побороть, эээ, свои чувства. Вы говорите, что, нет, это не нужно, эээ, этого, этого не должно быть, ну, и так далее. Вот. Снимать. Должно быть. Что-есть, поборывая это, вы, эээ, как раз, кстати, к сожалению, ну, и, вредите себе. Вредите себе. Вот. Вот. Это, вот, что, что я могу вам сказать. Так что, смотрите, 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 сами, конечно. Что-есть, понятно, что, вас, никто не заставит. Но, мне, думаю, что, если вы избавитесь от чувства вины, или будете сами по себе чувствовать себя, эээ, полезной, то, возможно, вам уже и не захочется, эээ, заниматься, эээ, помощью людям. Хочем животным, животным. Помощью животным. Вот. Что-есть. 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 Такая история. Вот. Такая история. Я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. Можно сколько угодно, на самом деле, эээ, искать экзистенциальных, эээ, моментов, связанных с тем, почему вы не должны себя винить за то, что животное умирает, да, и за ошибки. Вот. Но я думаю, что, эээ, экзистенция, эээ, помогает далеко не всегда, в данном случае. А, очень часто, ээ, помогает именно, работа над природой того чувства, например, вины, который у вас есть. И, эээ, с последующим, освобождением от него, от него. Вот. Это то, что можно вам сказать. А, на этом, в принципе, можно закончить, наверное, мой ответ. А, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.